МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Льготный автокредит не будет. Минпромторг досрочно с 1 января 2014 года завершит программу льготного автокредитования. В ноябрьске открыли осенний сезон КВН. И на Ямале прошел окружной турнир по смешанным боям. Депутаты законодательного собрания округа внесли изменения в региональный закон о порядке обеспечения граждан жильем. Теперь семьям, которые нуждаются в жилье, будут выделять квадратные метры с учетом суммарной площади жилых помещений, зарегистрированных на каждого члена семьи. Чтобы исключить повторное получение жилья, будут ввести реестр граждан, получивших субсидии, социальные выплаты, либо жилые помещения подговором социального найма. Для этого будут запрашивать документы не только по месту жительства заявителя, но и в целом по стране. Нововведения в законе делают процедуру предоставления жилья более прозрачной и позволяют исключить случаи злоупотребления на рынке жилья. На мой взгляд, несправедливо, когда человек, имеющий жилье за пределами округа или уже получивший от государства помощь, претендует на получение квадратных метров наравне с теми, кто действительно нуждается в жилье. В Министерстве образования разработали проект, который предлагает новые программы для обучения водителей. На их основании автошколы должны создать свои программы. Программы поделили на несколько блоков. Базовый, одинаковый для всех категорий и подкатегорий. В него входит основа законодательства в области дорожного движения, первая медпомощь и основа управления транспортными средствами. Для того, чтобы управлять мопедом, придется пройти теоретический курс в 104 часа. Для водителей категории В-160, для категории Д-239 часов. Добавлю, проект приказа Министерства образования размещен для общественного обсуждения, на сайте, адрес которого вы видите на своих экранах. Минпромторг досрочно с 1 января 2014 года завершит программу льготного автокредитования. Изначально она была рассчитана до конца будущего года. Причина – отсутствие финансирования. Как ранее заявлял глава ведомства, на возмещение выпадающих доходов по этим кредитам банкам планировалось выделить 13 миллиардов рублей. Однако Минфин перечислил лишь пять с половиной. Несмотря на то, что проект бюджета на 2014 год Госдума еще не рассматривала, в Минфине говорят, что сумма пересмотрена не будет. В аварии едва не пострадал ребенок. В среду днем на перекрестке улиц Мира и Северной произошло ДТП. Водитель Тойоты двигался по второстепенной дороге. Он не уступил Ладе Приоре. Когда она столкнулась с кроссовером, ее отбросило в сторону, и она задела Волгу. В салоне Приоры находился маленький ребенок. Медработники осмотрели малыша. Он не пострадал. Переход которого нет. В нашу редакцию обратился один из жителей города. Мужчина пожаловался, что для того, чтобы преодолеть проезжую часть, ему, а также всем жителям поселка в районе 10-й школы, приходится систематически нарушать правила дорожного движения. Я просил только единственного тротуар сделать и бежеходный переход. Тротуара в этом районе Ноябрьска никогда и не было. При строительстве поселка проектировщики его не учли. Тогда никто и не думал, что через несколько десятков лет деревянные балки сменят статус временного жилья на постоянное. Сейчас тротуар появился. Правда, под снегом его не видно. А вот пешеходного перехода до сих пор нет. Когда разметку делали, я к ним подходил. А раньше был пешеходный переход. Я говорю, нет, не было. Тогда не будем делать. У жителей поселка есть выбор нарушать правила дорожного движения либо отказаться от посещения аптеки, поликлиники и школы, а не через дорогу. Но добираться до них приходится довольно долго и окольными путями. Я не часто хожу. У меня аптека, поликлиника, и все, больше ничего не надо. Но ведь как перейти по пешеходному переходу, пожалуйста. А пешеходный переход не обозначенный. То есть я нарушитель. В администрации города пояснили, жители поселка действительно обращались за помощью к местным властям. Этим летом за счет сэкономленных бюджетных денег удалось оборудовать только тротуар, небольшой участок для того, чтобы можно было подойти к остановке. В мае 2013 года образовалась экономия от несостоявшихся торгов. И данные средства были направлены на реализацию мероприятий. Но этих денег хватило только на обустройство подходного тротуара к пешеходному переходу и автобусной остановке по улице Рабочая. С целью обеспечения безопасности движения на данном участке улицы Рабочая Эти мероприятия мы планировали. И установка дорожных знаков, пешеходный переход от автобусной остановки до магазина «Местной двор» будет выполнена до конца этой недели. Ксения Епшева, Александр Иванов и Григорий Куроптьев. Новости нашего города. До 15 лет лишения свободы грозит жителю Ноябрьска, который убил свою мать. Следователи закончили производство по уголовному делу. Материалы направлены в прокуратуру. Напомню, шокирующее своей жестокостью преступление произошло в начале октября. 24-летний житель Ноябрьска до смерти запинал мать ногами. После этого сам и вызвал скорую помощь. Вначале обвиняемый полностью отрицал свою вину, но после все-таки дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В связи с тем, что обвиняемый не мог объяснить причины своего поступка, а также такой небывалой жестокости по отношению к своей маме, нами было принято решение о назначении и проведении в отношении него стационарной судебно-психиатрической экспертизы, которая была проведена, и по ее заключению он абсолютно вменяемый может отдавать и отдает отчет в своих действиях. Детей из приемных семей обеспечат местами в детсадах вне очереди. Такое решение приняли депутаты округа на последнем заседании Заксобрания региона. Народные избранники дополнили существующий закон соответствующей нормой. Теперь дети, оставшиеся без попечения, живущие с опекунами или приемными родителями, будут получать места в дошкольных учреждениях вне очереди. Около 5% ноябрьских школьников потенциально склонны к разного рода зависимостям. Начальник городского департамента образования Надежда Гудкова рассказала о том, как идет социально-психологическое тестирование школьников в Ноябрьске. По ее словам, за 2013 год исследование коснется почти 12 тысяч учеников. Психологический портрет школьников составляет с помощью трех методик. Школы депрессии, клинического опросника для оценки невротических состояний и теста, склонность к зависимому поведению. Согласно первым результатам, полученным после обследования, ребят от 15 до 18 лет, склонность к зависимости выявлена у 5% детей. Добавлю речь не только о наркотиках и алкоголе, но также зависимости от игр, еды и прочего. В текущем учебном году мы продолжили социально-психологическое тестирование в штатном режиме. В течение первой четверти велась полномерная мотивационная работа на участие в тестировании. Приняли участие в тестировании 81 ученик. Из них получены результаты возможной склонности к зависимостям у 6%. В Муравленко прошла четвертая межрегиональная конференция, на которой говорили о подростковых проблемах в школе малого города. Научный опыт передавали ученые из Санкт-Петербурга, а в числе слушателей были педагоги из многих муниципальных образований Ямала и Югры. Методические семинары, круглые столы, открытые уроки, совещания и дискуссионные площадки. Программа трехдневной конференции насыщена и расписана буквально по минутам. Темы мероприятий определяют общую направленность конференции – школы ступеней, подросток в школе малого города. В ходе пресс-конференции ученые говорят о проблемах и особенностях образования как малых городов, так и России в целом. Значительная угроза, с моей точки зрения, которая существует в системе образования российского, это угроза дальнейшей бюрократизации управления, когда от школ требуют массу ненужной информации, когда пытаются жестко регламентировать их деятельность, и когда создается ситуация противоречий разумных творческих поисков существующим нормам. Это тот случай, когда масса ведомств упрекают школу в том, что она что-то нарушает, поясняет профессор. При таком раскладе ситуация будет только ухудшаться. Ученые пытаются уловить особенность условий образования в малом городе, а каждый из них индивидуален, и использовать этот потенциал. Во всем мире, и тут цивилизация ничего пока нового не изобрела, и хочется верить, не изобретет, ресурс какого-то эффективного взаимодействия строится только на одном, на той степени доверия, которое есть у двух взаимодействующих, ну, как в науке говорят, субъектов. Если вкладывать силы исключительно в контроль, исключительно в ловлю того, где что не так, то никаких ресурсов не хватит. Ноябрянки Галина Лысяная и Елена Алешина участвуют в конференции впервые. Говорят, это хорошая возможность пообщаться с коллегами из других территорий округа, услышать представителей Санкт-Петербургской научной школы. Очень ценно то, что все выступления ораторов сопровождали научной экспертизой, научной оценкой. Это было ценно, потому что после их выступления всегда задумываешься, а что и как ты бы применил. И их впечатление, оно как бы все-таки серьезных людей, людей, которые с наукой очень связаны, и они, как правило, это связывают с огромным опытом изученным. Переход на стандарты в старшей школе в связи с новым законом об образовании, вот этот опыт конференции, он как-то найдет какие-то, поможет найти пути решения, которые как раз вызывают педагогов города Ноябрьска затруднения. Николай Первухин – молодой педагог из Муравленка. Говорит, в ходе конференции можно найти ответы на вопросы взаимоотношений ученика и учителя. Идет обсуждение тех вопросов, которые открыты на данный момент в школе, они стоят. И то есть можно как-то этот вопрос послушать, послушать мнение других людей, прислушаться, найти, допустим, какой-то выход из той или иной ситуации и, тем не менее, решить какие-то проблемы в школе, которые возникают. Решить все проблемы, возникающие в сфере образования, невозможно за 2-3 дня, но найти нужное направление вполне реально, говорят участники. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города.